Нравится вам? Есть разница с тем жильем, где вы жили? Разница, конечно, есть. Видно, чувствуется. Разница налицо. В новой квартире Марины Масловой вместо протекшей крыши белоснежный потолок, вместо трещин на стенах – косметический ремонт. Пластиковые окна, балкон. Обмен достойный и по площади. Взамен 42-м квадратом в аварийном доме 52 в новостройке. Планировка интересная. Отделка приятно удивила качество отделки. Все-таки не думала, что будет так хорошо. Думала, будет попроще. Смотрите, какая квартира у нас новая, хорошая, красивая. Дмитрий Рудаков в одиночку воспитывает двоих сыновей. Купить квартиру не по карману. Жить в старой двухэтажке 40-х годов было невыносимо. Сыро, холодно, грязно. В новом доме все по-другому. Там у нас было 40 квадратов всего, а здесь теперь уже 51, как-никак, на сколько? На 11 квадратов больше, правильно? Очень хорошо. Мне нравится. Еще больше нравятся детям. Илья и Сережа новое жилье осматривают со знанием дела. Знают, где мебель поставить. Вот здесь будет стоять шкаф. Присматривают места для прогулок. Рядом площадка. Ну, здесь, наверное, рядом еще будет магазин, да? Будет магазин, школа, детский сад, микрорайон расстроятся. Будут и новые переселенцы. До конца месяца в этот дом въедут еще 19 очередников. До 1 сентября новое жилье получат все, кто стал на очередь до 2012 года. Затем программа по переселению приостановится. Не будет в 2018 году заселения. Может показаться, что эта программа остановлена. Но на самом деле это время для подготовки вхождения в новую программу. Это подбор площадок, инвентаризация аварийного жилья, составление самой программы, составление финансовой модели. Поэтому это работа, которая, ну, как подготовительная, она не особо видна, но она необходима, и на нее нужно время. Вновь справлять новоселье жильцы ветхих аварийных домов начнут совсем скоро. В 2019-м переселение возобновится. Елена Сухачева, Илья Горский, Липецкое время.